Отряд террористов ворвались 1 сентября в школу. 30 человек захватчиков. Все это произошло в период торжественной линейки, когда были родители, дети, учителя, приглашенные гости. Террористы загнали всех заложников в спортивный зал. Издание было заминировано. Перед началом товарищеского матча между учащимися Самарской школой Олимпийского резерва номер 11 и командой родителей на футбольном поле воцарилась тишина. Минутой молчания участники почтили память жертв Беслана. Сергей Матвеев с сыном Михаилом сегодня играют в разных командах. Не часто приходится состязаться друг против друга. Обычно они одна команда. Вместе играют во дворе и говорят на языке футбола дома. Сергей признается, что подобные мероприятия, которые организовывает спортивная школа, полезны для подрастающего поколения. Дети должны знать о трагических событиях в истории своей страны. А взрослые не должны их забывать. Мы помним, скорбим о произошедшем в городе Беслане. Детям нужно это объяснять, чтобы они знали историю и события, которые происходили. Мы же должны знать, где мы живем, как мы живем и почему мы так живем. Юный спортсмен Миша рассказывает о том, что произошло в Беслане в сентябре 2004-го, знает. Чтобы помнить, что это было, чтобы это больше не повторилось. И помнить, что мы помним их и скорбим. Историческое просвещение спортсменов – то, о чем не забывают тренеры спортивной школы Олимпийского резерва номер 11. Турниры и спортивные состязания, приуроченные к памятным историческим событиям, проходят в школе регулярно. У нас и тренеры непосредственно перед каждым мероприятием, которое мы проводим, трагическое или наоборот торжественное мероприятие, обязательно тренеры вовлекают наших спортсменов в историю самого мероприятия, саму историю, в честь чего проводится. На конец сентября в шор номер 11 анонсировали новые мероприятия – фестиваль борьбы, посвященный участникам СВО. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.